Добрый вечер! Сегодня на рассвете, пока часть страны и тело еще досыпало успешные выходные, наш латентный стратег и официальный тактик страны, он же задняя часть тандема, Дмитрий Анатольевич Медведев, подписал распоряжение правительственное о исцелении людей по телевизору. Это такой очень интересный, прогрессивный, чисто европейский метод постановки диагноза, когда тебя дистанционно могут проконсультировать лучшие медицинские светила. И вот теперь любая бабушка в нашей стране на любой кочке, на удаленной грядке, лишенная доступа к благам цивилизации, может проконсультироваться с каким-нибудь профессором из Берлина, из Москвы, из Парижа. Как она будет лечиться, как она будет эти назначения притворять в жизнь, какими медикаментами и откуда возьмется рядом доктор или хотя бы фельдшер, наш стратег и задняя часть тандема никакого распоряжения не подписывала. Зато, тем не менее, мы сделали практически явью старый антисоветский политический анекдот, когда Армянское радио спросили, правда ли, что при коммунизме можно будет заказывать продукты по телефону. Да, ответила Армянское радио, только получать вы их будете по телевизору. Вот мы, как ни странно, именно к этому пришли, а попутно мы еще и, благодаря стратегическим талантам нашего знаменитого тактика Дмитрия Анатольевича, вступили в прямую конфронтацию с ноу-хау Кашпировского и Чумака. Они этим занимались 25 лет тому назад, но выяснилось, что данный вызов времени был брошен в лицо Дмитрия Анатольевича. Только теперь он очень серьезно среагировал на этот вызов времени. А почему же, собственно, мы бабушку на дальней грядке будем лечить по телевизору? Почему профессор прильнет к экрану на одной части света, а бабушка, соответственно, прильнет к экрану или слуховому аппарату на другой части света и будет максимально удовлетворена в постановке своего диагноза? Почему нет другого способа как-то с бабушкой, вот, может быть, по поводу ее здоровья, разобраться более конкретно? А потому что у бабушки, в принципе, не предвидится никакой дороги. Бабушка как была на окраине цивилизации, причем это не важно, насколько далеко она от большого центра, поскольку цивилизация у нас заканчивается где-то, наверное, по границе Московской области. Те, кто ездят по деревням, например, Тульской или Калужской или Тверской области, они, в принципе, иногда бывают в результате этих поездок дезинтированы полностью, поскольку не очень понятно, где ты находишься. Такое ощущение, что это какой-то сильно каторжный край с разоренными деревнями, деревнями, уничтоженными церквями, где на погостах, в общем, наша история замерла, а прогресс как-то и не пришел, несмотря на всеобщие 4G. Так вот, бабушке не обязательно быть очень далекой и очень серьезно спрятанной во глубине сибирских руд для того, чтобы иметь единственным выходом к цивилизации телевизор, а не дорогу. Росавтодор несколько лет тому назад, не очень афишируя этот момент, довольно подробно, тем не менее, расписал свои планы на ближайшие годы, стало понятно, что асфальт они к удаленным точкам подведут в течение 261 года. То есть, Росавтодору нужен 261 год для того, чтобы хоть как-то более-менее с большой землей связать населенные пункты нашей страны. Из этого следует, что, в общем, в принципе, дороги не планируются. Хотя, при всем притом, мы видим, что дороги в стране строятся. Не очень понятно, по какому принципу выбирается место для строительства. С другой стороны, понятно, где и, собственно, кто у нас главный заказчик этих дорог. Потому что, вот, например, захотел заказчику дачку какую-нибудь вдали на Алтае. Баз и шоссе. Лукаво оформленное примыкание к федеральной трассе. То есть, такое хорошенькое 20-километровое примыкание. Федеральная собственность, между прочим, на наши с вами деньги построена. Или, вот, например, если заказчику очень хочется по Забайкалью прокатиться на трех желтых калинах. Пожалуйста, трасса Амур готова. Или вот хочется ему у себя на даче провести Олимпиаду. Да, вот, не проблема. Адлер, Красная Поляна. Очень неплохое дорожное покрытие. То есть, понятно, что раб на галерах старается изо всех сил, а страна ему отзывается как-то вот готовой к этому инфраструктурой. Он так стратегически четко совершенно определяет, что такое хорошо и что такое плохо. И народ в едином порыве пытается как-то, в том числе, своими ассигнованиями в бюджет поддержать вот это направление. Но в одиночку гребет раб на галерах, не справляется. У него еще 450 лучших из нас, это депутаты Государственной Думы. И где-то так порядка сотни тоже лучших из лучших, это сенаторы Совет Федерации. Тоже гребут, не покладая рук. И причем на содержание всех этих людей у нас давно такой принцип, что вот у кого больше ответственность перед историей, тем, соответственно, и больше игрушек в руки. Вот царю, например, он отвечает за всю страну. Пожалуйста, тебе страна. Директор стадиона у нас отвечает за стадион. Вот твой стадион. А рабочий, он, например, отвечает за лопату. Вот у тебя лопат. Или крестьянин. Пожалуйста, вот тебе серп, никаких проблем. Хочешь жених, хочешь куй. Вариантов очень много. И каждый депутат, как человек чрезвычайно ответственный, помогающий на своей галере грести в нужном направлении основному стратегу и латентному стратегу и тактику в одном лице, понятно, что пытается, все стараются, все приносят максимальную пользу, а народ при этом очень недоволен, потому что все видят только обратную сторону медали. То есть очень неплохое содержание, там определенное количество необходимых привилегий, надежную крышу. И как-то есть вот тот момент недопонимания. Там стараются, а здесь не могут оценить. Вот что предлагаю от себя. Давайте расширим спектр привилегий для людей на галерах. То есть 450 лучших из лучших, плюс еще порядка 100 просто блистательных. Я бы каждому из них, кроме вот этого необходимого списка, который так или иначе уже всем известен, я бы добавил еще право назначать собственную персональную дорогу, чтобы каждый из них мог сказать, повелевая вот здесь, ну, пускай это будет его дача, как вот сейчас с Олимпиадой, пусть это будет какое-нибудь стратегическое направление для трех желтых калин. Выбор остается за представителем народа. У нас ведь народ представлен именно этими людьми. Одно маленькое но. Они все для того, чтобы рассказать, как живется в стране, сгрудились в Москве. А для того, чтобы обратно была какая-то коммуникация, у нас есть полномочные представители президента. Вот я бы сделал по-другому. Я бы полномочных представителей оставил, где есть, пусть будут. А вот наших с вами народных представителей я бы отправил обратно по грядкам. С правом назначать дорогу. Десантировал бы каждого из них на кочку. 4G есть. Медицина по телевизору с сегодняшнего дня тоже есть. Если заболеет, не дай бог, проконсультируем, вылечим. Профессор из Берлина приленет к экрану и все расскажет депутату, чего у него отвалилось, как ему быть. И тут же, пожалуйста, под его веление вся наша страна отзывается и с готовностью скидывается на тарифы Газпрома. Знаете, у него есть специальный тариф за подключение газа. Ростелеком метнет туда будку, автономку, как это у нас по деревням сделано, где у тебя талончик, чтобы позвонить в райцентре, километра 800 пешочком через тайгу. Телефонная будка-то есть. Есть оптиковое волокно кинем и дорогу. Дорогу к своему блиндажу. Когда построишь, тогда эвакуируешься на большую землю. Но лучше сиди здесь. И что приятно, у людей ведь возникают вопросы к власти иногда. А у кого спросить? Ну, участковый. Ну, цапог. Можно пойти потолковать. Ну, директор колхоза. А так депутат. А так сенатор. Ты к нему приходишь, ты ему задаешь какие-то конкретные вопросы, и он тебе отвечает. Причем нельзя сказать, что, извините, у меня сегодня неприемный день. А когда он у тебя еще будет приемный? Ты, милый, здесь пожизненно. Ты здесь народ представляешь. Страну. И пишешь специальные документы о мерах по дальнейшему улучшению этой жизни. И я уверен, что как только закинут на грядку вот этого человека, как только на колхозной Ниве, кроме тыквы, обозначится еще и сам депутат, тут же и фельдшер появится, тут же и в аптеку чего-нибудь завезут, и хлебушек свежий будет, и пенсию выплатят. И не нужно будет бабушке как-то вот мечтать о дороге, чтобы не только по телевизору. Можно будет уже рассчитывать на то, что и к ней вот сюда, и все приедет, и все будет. А депутатов я бы награждал за особо ударные труды и четкое определение, где именно должна быть дорога, вечной памятью. Я бы эти дороги называл бы их именами. Представляете, например, Яровое шоссе, или там Валуевский тракт, где-нибудь в Сибири, или какая-нибудь там Железняковская дорога в районе Аймекона. Замечательно было бы. Тем более, что сенаторы у нас ведь представительствуют от территорий. Вот каждого, ну как это с Абрамовичем было, пожалуйста, анадырь. Замечательно. Возвращаешься, дороги нету, самолеты по этому поводу не летают. И вот здесь, на этих местных галерах, ты пользуешься своей собственной привилегией проложить дорогу туда, куда считаешь нужным. Нет, если ты считаешь нужным, сидя где-нибудь в Соликамске, проложить дорогу в родном тебе штате Майами, конечно, никто не против. Тут нужно некоторое бюджетное согласование. Ну, чтобы там не обиделись. Но есть подозрение, что захочется дорогу в Соликамск. Или куда-нибудь, вот, например, по Чукотке. Там с дорогами не очень. Так там и депутатов, особенно наших, которых оттуда делегировали вот сюда, к нам в центр. Днем с огнем. Ну, вообще. Ну, практически никогда. Как губернаторов. Вот когда к губернатору в Жбан заехали где-то там в Лазурном берегу, мы об этом узнали. А о подвигах на местах не слышно. Привилегию, дорогу, очень хочется. Нашлось стремительно в движениях 4 балла, мэйл 5 баллов, картина сопоставимо благостная. 65, 10, 9, 9, 6. Пока бежим по Москве, купим пару новеньких свеженьких машинок. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ну, прежде всего хотел заметить, что за бабушку беспокоиться не надо. Бабушка не водитель и мазохизмом не страдает. Поэтому она за твои права еще как постоит. Ну, знаете, бабушке бабушкам рознь. А вот те, которые живут по ошметкам нашего сельского хозяйства на окраинах, пусть даже Тверской области, а иногда и Сахалинской, знаете, у них с правами и возможностями и перспективами по нулям. Ну, там разная ситуация, но дело не в этом. Кстати, вы знаете, сейчас новое нововведение готовится. Все же знают, что примерно год назад был убран лимит 20 км в час. Сейчас в городах хотят опять вернуть. Это лично Лысаков хочет, он большой любитель с водителями потереть. Но можно было бы, да, можно обвинять Лысаков, можно обвинять всех. Но вы бы почитали автофорумы, когда это ввели. Сами же водители критиковали Лысакова, что теперь можно бесплатно нарушать. Как же так? Как же так? Другой нарушит бесплатно, ему за это ничего не будет. Это ужас-ужас. Ну и что вот делать? То есть такую аудиторию, как наши водители, ее надо доить. Она сама этого хочет. Нет, не надо. Когда пишешь законы, нужно подразумевать, что не все вокруг уроды, пьяные и негодяи, а что все вокруг приличные, очень достойные и трезвые. Столыпин так рекомендовал делать. Я согласен. Именно так и надо. Но интересно просто, как анализ реакции. То есть само водительское сообщество, оно негативно реагирует, когда ему делают лучше. Сергей, не соглашусь, потому что анализа реакции нет. Выборка не репрезентативна. Форумы не надо читать. Посмотрите, что на дороге происходит. Много вокруг людей стремительно давят на педаль, именно потому что у них 20 километров необлагаемых. Нет, наоборот. Наоборот. Вот если взять скоростной режим в Москве, очень стало удобно. И откровенно превышают, может быть, единицы. Все стараются ехать как раз в плюс вот эти 20 километров в час, а то не всегда. То есть совершенно нормально. Потом, когда повысили скоростной режим на вылетных магистралях, и, кстати, повысили по инициативе общественных деятелей, а не экспертов. Это к вопросу о компетенции Блинкиных и всяких вот таких, которых сейчас пиарят. Все стало нормально. Но, к сожалению, вот очередные нововведения. Сергей, в таком случае в ваших словах есть определенная противоречие. Вы, с одной стороны, хватаетесь за голову, ах, какая была неправильная реакция на форумах, а с другой стороны, жизнь опровергает. Выясняется, что водители более здравые. Просто они не все высказываются на форумах. Ну, я это и имею в виду. То есть, конечно, это все нормально. Сама жизненная ситуация нормальная. Но, действительно, вот на форумах такая ситуация тоже творится. Я просто хотел на это обратить внимание. Да, на форумах не очень много умных людей, тем более большинство тех, кто пишет на форумах, забыли, что до изобретения интернета, за многое из того, что они себе позволяют, обычно полагалось по морде. Ну, вот о чем речь. Поэтому не будем ориентироваться на интернет. Знаете, интернет и Лысаков, это не те два полюса, на которые нужно смотреть. Ну, тем не менее, вот... Да, они есть, они с нами. И Лысаков, ведь это же, Сергей, мы с вами его выбрали как лучшего. Вот есть вы, есть я, а есть Лысаков. Лысаков лучше вас и лучше меня. Поэтому он депутат. Мы его выбрали. При всем при этом, можно сказать, что Лысаков один из немногих, кто хоть что-то делает. Потому что, по сравнению с другими, ну, я немножко вот разбираюсь в вопросе, да, и, можно сказать, наименьший из зол. Хотя, конечно, нам еще мечтать о том, чтобы действительно кто-то представлял наши интересы. Ну, Похмелкин пытался, но у него не получилось, тем более, что Похмелкин пешеход. А по поводу Лысакова, знаете, человек, который в здравом уме предлагает нам вернуть больную систему, ну, он, по-моему, после этого не имеет права быть представителем народа. Он может быть представителем какого-то очень узко ограниченного клана. Ну, я сам их частично согласен. Ну, при этом, в отличие от меня, вы владеете вопросом, как вы только что сказали. Ну, вы немножко разбираетесь в этом, вот, Сергей, по крайней мере, полторы минуты тому назад вы об этом сказали. В защиту Лысакова. У меня в защиту Лысакова, знаете, есть только пожелание, чтобы он побыстрее своей полномочия кому-нибудь доверил. Пусть даже Похмелкин. А вы не думаете, что вместо него еще кто-нибудь придет? Ведь, смотрите, недавно была хорошая заметка по поводу Лексутова. Ну, тут все и так знают, да, все, что у нас творится, но сделан интересный вывод, что система. И когда приходится выбирать, то там тот же Лексутов совершенно справедливо надавил на менее защищенную часть, на водителей. То есть не факт, что тот, кто придет там вместо Лысакова или того же Лексутова, будет лучше. Вот это тоже проблема, это система. Да, это действительно системная проблема. У нас приличные люди туда иногда прорываются тайком. Это происходит крайне редко. Процент порядочных людей в Государственной Думе не превышает 4,5, потому что из 450 депутатов против закона подлецов проголосовало не больше 10 человек. То есть очень мало. 4,5% приличных в Госдуме. Действительно слишком скромная цифра. Но всегда, знаете ли, надо что-то менять, потому что если мы привыкаем к нормам, которые вводят в нашей стране Плигин, а теперь еще и его правая рука Лысаков, и считаем, что пусть лучше эти двое резвятся по уничтожению Конституции, тем более в отношении водителей, а то, не дай бог, придет какой-нибудь конченный и будет еще хуже, это все-таки неправильно. Тут вопрос, как часто их менять. Сразу после первого прокола. У нас сейчас, ровно неделю тому назад, когда случилась эта жуткая трагедия в школе, и ребенок взял папину винтовку, пошел убил учителя географии, то у нас Яровая, именем которой можно было бы назвать какое-нибудь Яровое шоссе, она сразу сказала, давайте наказывать тех на два года сажать в тюрьму, кто не уследил за винтовкой, и из нее было совершено преступление. И тут же справедливо было сказано, а давайте сажать на сколько-нибудь лет тех, кто неправильно, работая над законом, своими действиями привел к еще большим трагедиям. Вот давайте сделаем такую систему, при которой каждый получает заработанное. Не депутат получает пенсию, не генерал Ильин получает погоны, отставку почетную и приглашение на другую должность, а сколько заработал, если это превышение должностных, до семи, если это 159, до трех и так далее. Там очень интересный спектр наград. И если у нас сидят депутаты, которые занимаются уничтожением Конституции, от нашего с вами именем и имени, и выводят водителей в обособленную категорию людей, пораженных в гражданских правах, то это как раз... Они практически делают изгоями. Да, это как раз повод для того, чтобы их как можно быстрее сменить, а не держать, потому что вдруг следующий будет совсем неадекват. Ну, не без этого, не без этого. Ну, также еще одна есть новость, которая, наверное, мало кто знает, убирают разделители на вылетных магистралях в Москве. Ну, пока на Каширке и в Варшавке, да, да, да. Нет, будут везде. Сказали, что везде уже будут на всех в течение года. Да, и причем, по-моему, порядка 4 миллионов рублей на каждую трассу наших с вами денег для того, чтобы притворить в жизнь эту затею. И есть официальное опровержение Хуснулина, заявившего, что ничего подобного нет. И официальная же бумага от ГАИ, в которой написано, что это недопустимо. Именно на нее и ссылаются, когда говорят, что с ГАИ все согласовано. То есть это вот та же самая ситуация игры в одни ворота, когда наша с вами точка зрения не учитывается, потому что, как Герцан и сказал. Потому что огромное сообщество автовладельцев молчит. Любое сообщество молчит, потому что людям есть что терять. Ленин был в этом отношении прав. Пролетариату, кроме своих цепей, терять нечего, именно поэтому он является самым революционным классом. Что мы видим на примере украинцев. Украинцы, которым абсолютно нечего терять, они прекрасно понимают, что да уже без разницы, это евроинтеграция, этот Майдан или Евромайдан. Там уже идет конкретно разборка по совершенно другим поводам. А мы с вами находимся в состоянии нефтяной ренты. Она у нас кривая, убогая. Это пародия на Эмираты. Если в Эмиратах каждый получает свои непосредственные деньги от всеобщих недр на счет, то мы получаем косвенно. Поскольку в нашей стране теперь уже можно и не особо работать, и тем не менее с голоду не умереть. Поскольку деньги в нашу страну приходят не от наличия или отсутствия экономики, а от наличия или отсутствия спроса на нефть. И есть огромное количество людей, которым есть что терять. Поэтому мы тихо и спокойно, изредка балуясь белой ленточниками, смотрим куда же все вместе, после Олимпиады мы придем. Да, согласен. Что у вас по автомобилям? Дополнительно можно еще сказать, что пойдут аварии, пойдут трупы, и все это пойдет в СМИ, и еще одни поводы для ужесточения штрафов. Да, у нас поводом для ужесточения является любое событие, неважно какое. То ли родила, то ли похоронили, мы все равно возьмем и придумаем, кого и как наказать. Тем более, что у нас же нет статистики по жертвам ДТП. У нас так же, как и нет статистики по смертям вообще. Мы не знаем, сколько у нас народу погибает. Мы знаем, что у нас отрицательная динамика. Хотя, вот лично Путин с Медведевым, так, связь оборвалась, они заявили о том, что демографическую ситуацию в стране они изменили в лучшую сторону. Хотя, это невозможно. Это все-таки процесс, растянутый в десятилетиях. И то, что у них было пять лет с засученными рукавами на галерах, ни в коем случае не сказалось на демографической ситуации в нашей стране. Но у нас нет статистики по смертям в ДТП. Да, цифра есть. 27 тысяч. На будущий год мы нарисуем себе еще меньше. Потом мы нарисуем себе еще меньше. По оценкам независимых экспертов, в нашей стране погибает на дорогах в ДТП порядка 100 тысяч в год. Это то же самое, как по убийствам. У нас где-то 17 тысяч в год убитых. И еще порядка 90 тысяч пропавших без вести. И где-то порядка 80 тысяч неопознанных трупов в стране. А убийств у нас всего 17. Поэтому по криминогенности наша страна очень даже неплохо выглядит в международной статистике. У нас нет такой проблемы, как пошли и все друг друга убили. У нас тихая, мирная, кстати, сейчас очень спортивная олимпийская страна. Перерыв на новости. Все-таки редкий паритет. Пять баллов у нашего лося, пять баллов у мейла. Все течет, все изменяется, все едет. Что само по себе замечательно. Алло, неужели это Магомед? Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Это я. Хотел бы рассказать одну поучительную историю по поводу дорог. Ну, есть такой вот в ближайшем подмосковье городок, называется Лобня. Где очень много народа работает в Шереметьево. Вот этот злосчастный полтора километра от Лобня до Шереметьево каждое утро стоит в дичайшей пробке. И в то же время есть такая проторенная народная тропа, лесная дорожка, по которой народ может ездить только зимой. Как-то народ собрался, благо в это время там в Шереметьево был ремонт, и было очень много строительного мусора. Решили эту дорогу там подровнять, разорвать, чтобы можно было ездить не только зимой. Вот. Все это сделали там под покровом ночи, естественно, чтобы никто не мешал. Вот. И со сменой правительства в Подмосковье появилась идея. Это дело как-то легализовать и как бы дорогу улучшить. Было написано на сайте просьбы, типа, мы готовы скинуть деньгами сами, и сами там найти технику, сами построить дорогу. Вопрос был такой, а что нам для этого надо? Ответ последовал буквально через полчаса. Ответ был весьма очень специфичный. Ни в коем случае нельзя. Дороги должны строить специальное ведомство, не имеется права ничего делать. Все запрещено. И мало того, что появился такой ответ, там регулярно начали ездить патрули ДПС, притом гаюшники подъезжали, некоторые попадались люди все-таки с зачатками совести, говорили, ребята, мы вас не трогаем, но есть разнарядка. Если там здесь видим строительную технику, выписывают штрафы на организацию, там штрафы уже за 2 миллиона. Ну да, на юрлицо, потому что. Да, 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 да. И, соответственно, все дело очень быстро было забито. При этом осенью, когда были выборы в мэры нашего городка и в мэры Подмосковья, оба новоизбранных уже тогда еще претендентов на трон бились от пятков из грудь и орали, что мы вам сделаем дорогу. Мы все сделаем, вы больше не будете стоять в пробках. Как вы думаете, Магомед, почему запретили строить дорогу частным лицам? А денег тогда не своруешь. Да. И дорогу придется строить очень грамотно, очень правильно, чтобы не разваливалось через 2 месяца. А как вы думаете, какой ценник был бы этой дороги? Насколько и в какую сторону он отличался бы от официального прайса? А я, по-моему, рассказывал очень забываю. Ну, я думаю, он очень сильно отличался бы и был бы все-таки нормальным ценником. А я, по-моему, рассказывал эту замечательную историю, когда по своей специальности мне попросили помочь с восстановлением информации с компьютеров одной дорогостроительной организации, вот несколько, которую банкротили. Так, нет, вы не рассказывали эту страшную тайну. В интересах следствия попросили там вытащить информацию. Там бухгалтерская, отчетная и так далее. Я, естественно, это сделал и после меня в опыту туда заглянул. На ямочный ремонт дорог в городе Лобня ежегодно вписывалось по 42 миллиона рублей. Ух ты! Это в промежутке с 2003-го, по-моему, по 2009-й год. Мы так прикинули, там по интернету полазили, посмотрели себестоимость дорог. Получилось, что, грубо говоря, за год или за два можно денег, за эти деньги можно было вызвать строительную технику из Германии, местными, германскими, рабочими, немецкими, с их же асфальтом, за асфальтировать всю Лобню вот просто ровным слоем. Да. Вот такая вот замечательная веселье. Именно так и есть. И, Магомед, если бы вдруг кто-нибудь позволил бы людям самостоятельно, во-первых, решать свои проблемы без разрешения власти, это было бы, мягко говоря, перераспределение социальных и политических ролей в обществе, что недопустимо, раз. А, во-вторых, что самое ужасное, выяснилась бы истинная стоимость дороги. Да. Да. И по поводу вот предыдущего звонившего, Сергей, по-моему, называли, могу сказать, если мы постоянно будем выбирать меньшее из зол, все кончится, что зло будет только расти. То есть каждый следующий будет все-таки более наглее, более храмовитый и менее полезный в обществе. А по поводу лечения по телевизору, по-моему, наши господа при власти уже не знают, под каким поводом деньги воровать. Или придумывают вообще невероятные поводы к пещере, там, мега чистой воды. Или же что-то этакое возвращается к опыту Каспировского и жить с ним. Да. И вот этот способ исцеления это как раз элемент евроинтеграции. Это не мы придумали, это так в Европе принято. Вообще все, что происходит в нашей стране, это ведь результат как раз нашей интеграции. Мы тысячу лет туда стремимся. В Петровскую эпоху нам это более-менее удалось. Сейчас мы потихонечку пытаемся подвиг этот повторить. Вот все, что происходит, это Европа. Вот куда ни глянь, это Европа. В Европе ведь тоже население само дороги не строит. Ему тоже нельзя самостоятельно такие вещи делать. В Европе много чего нельзя, поэтому все наши запреты, в том числе из Европы. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, я рад вас слышать. Здравствуйте, Сергей. Спасибо огромное за передачу. Короткий вопрос. Ваше мнение о Volvo XC90, та, которая еще сейчас есть, а не то, что появится на нашем рынке к концу этого года. А то, что появится, вас уже испугало? Ну, честно говоря, я консерватор, и мне больше нравится проверенное решение, пусть даже они не супер навороченные модными всякими примочками. Вот, в принципе, XC90 на рынке достаточно давно, детские болезни там можно было вылечить очень прилично. Нужна надежная машина, нужна надежная машина для большой семьи, для супруги. Ну, для супруги тем более. У Volvo что хорошо, даже когда она ненадежная, даже когда выясняется, что законы физики везде абсолютно одинаковые, и она разваливается, то Volvo очень сильно выигрывает в принципе у большинства автомобилей на планете Земля в том, что шведы совершенно искренне занимаются вопросами безопасности. И когда они... Вот это немало важно. В том-то и дело, они одни из немногих, кто работает не только на Еврокаповские результаты, разбивает машины по стандартам предписанным, они постоянно опережают вот сложность поставленных задач, и Volvo постоянно бьет свои собственные машины в грузовики, для того, чтобы посмотреть, как это будет на самом деле. Потом, в Гетеборге существует такая практика, ей, наверное, уже лет 35-40, когда инженеры фирмы Volvo выезжают на каждую аварию, произошедшую в радиусе 100 километров от Гетеборга с участием автомобиля Volvo. И абсолютно все 100% аварий фиксируются и анализируются с тем, чтобы посмотреть, какие последствия, какие вектора, какие удары, какая сила, что сработало, что не сработало. Поэтому практика фирмы Volvo в отношении безопасности, если изначально это была легенда, такая лукавая, высосанная из пальца, будто бы в 27-м году Ларсен и Габриэльсен, выпивая в ресторане пиво с раками, сказали, а давай-ка сделаем, друг, из натурального дерева машину самую безопасную на планете, то со временем под эту легенду уже подоспели и факты. И когда вы покупаете Volvo, у нее будут те же самые проблемы. У нее рано или поздно будут вопросы по мотору, у нее возникнут проблемы по коробке, у нее будут очень много вопросов, связанных с техническим обслуживанием. Но вы сказали ключевую фразу для семьи и для жены. А вот здесь вы будете по крайней мере чуть больше уверенности иметь каждый раз, когда ваша жена и дети, и семья куда-то уехали, потому что они уехали на Volvo. В этом будет самый главный выигрыш. Будет ли выигрыш в чем-то еще, мы с вами не знаем, потому что эксплуатация каждый год, к сожалению, опровергает самые даже резвые заявления маркетологов. Геннадий, здравствуйте. Добрый вечер. Здрасте. Тут вас затронула одна ваша передача. На самом деле я слушаю вас постоянно, поэтому передач много и все они хороши. Поэтому вы затронуты всегда. Ну, практически да. По поводу бэушных машин. Я сам взял машину Lancer 9 у друга. То есть не у друга, а у единственного друга своего. Замечательно. Какой друг хороший. Он, наверное, берег машину для вас. Ну, вот я про это и рассказываю. Взял Lancer, все, и как-то уже время подошло. Ехать надо было менять масло в короткие передачи в автомате. Занес с мастерской, еду туда, мне говорят, друг, а то пробег какой? Я говорю, как положено, 90 тысяч, вот масло меня. Он говорит, а на машине отжигали? Я говорю, да нет, спокойно ездили, что я, что друг. Странно, масло подожжено. Он мне дал понюхать, да, правда, воняет. Ну, ладно, поменяли масло и поменяли. На машине отъездил до 180 тысяч, 190, продал ее, все. Как-то выясняется, мой друг, единственный, лучший, другого такого нету, решил эту машину продать. Естественно, отдал своему брату родному, который занимался этим бизнесом, брат родной скрутил спидометр. Я говорю, гад, что ж ты мне не сказал? Говорит, я забыл. Вот из-за такой фигни народ попадает на деньги. Вот и все. Просто ничего не имеет против человека, он просто забыл. Это не его сфера интересна. Ну, есть и есть спидометр. Ну, скрутил и скрутил. Я говорю, и на сколько скрутил? Я не помню, точно 60 на 66. Вот так. И это друг. А остальные, которые нам совсем не друзья, а товарищи, которые хотят продать машину. Что посоветуйте, Геннадий? Что посоветовать? Я не советчик, это просто из жизни. Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, это так? На самом деле в том-то и дело, что друг и не враг, и не как, а именно друг. Вот в общем дело. Просто он от техники человек далекий и как-то вообще спокойно относится к машинам. И для него это не было предметом возделения или как для меня обожание, желание разобраться. Ездит и ездит машина. Стройки подошли, надо бы ее менять. Вроде машина не убита. Возьмешь, возьмешь. Все. Ах, какие хорошие у нас друзья. Евгений, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Евгений. Сергей Степанович, благодарю вас за чудесную передачу. Евгений, как ваше отчество? Александрович. Евгений Александрович, я счастлив. Говорите. Вот эти вот 20 километров, которые наши депутаты дали нашим нам россиянам, показаться, мне кажется, это тоже прямой путь, как наш автокром. Потому что эти 10 километров, которые мы теперь честно нарушаем, это наши жизни, наши смерти. Александр, Евгений Александрович, скажите, какие должны быть ограничения по скорости в наших городах и какие ограничения по скорости должны быть между городами на трассах, на ваш взгляд? Я считаю, что в городе достаточно, так что, как в Германии 50 километров, потому что все равно на 10 подпевисим, вот они 60. Вот, одно право надо смотреть по состоянию наших дорог. А если вы считаете, что нам разрешено плюс-минус 20 километров, то мы в силу своего безумия эти 20 километров в плюс используем во вред себе? Конечно, а как иначе? И нас надо держать в вежевых рукавицах, поскольку сами мы не в состоянии понять, где наш предел и когда нужно сбрасывать. Это может сделать только искусственное ограничение и суровая кара. Ну, не суровая кара, но, тем не менее, наказание. Потому что, если не будет кнута, то до пряников мы просто не доживем. Возможно, да. Игорь Спанч, извините, так мало времени. Мне хотелось бы вопрос задать. Вы не против? Давайте, конечно. Я хочу выбрать либо Сипра МЦ-5 бездиземных двигателей, либо Шкоду Супер тоже диземный. Вот смущает меня одно. У Шкода меня смущает двух валеных ДСГ. А у Суперба его, честно говоря, а у Суперба, честно говоря, не знаю, что меня смущает. Может быть, подвеска, может быть, просто подвеска. Ответ после новостей. Продолжаю отвечать Евгению Санычу, теперь уже в режиме монолога. Суперб действительно блистательная машина, но из-за того, что ДСГ у нас невыносимо и понятно, что с ней уже не справились, справляться не будут и всерьез гарантийные обязательства под очень большим вопросом рисковать нельзя. И вообще у концерна Volkswagen можно брать только те машины, у которых нету ДСГ. Некоторые модели действительно есть. У Суперба, к сожалению, ДСГ, все, машина к продаже не предназначена. Также, как вот теперь выясняется, очень интересный пучок проблем по двигателю ТСАЙ. И, если вы помните, еще до недавнего времени очень серьезно страдали ТФСАЙ моторы. Это те самые по масложуру, аудешные, они же, кстати, другие машины концерна тоже попадали и тоже имели те же самые проблемы. И здесь вопрос в том, что мы страна изгоев, мы страна третьего сорта, поэтому о клиента в нашей стране ноги вытирают, о точно такого же клиента в другой стране, купившего себе Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley или Bugatti не то, что не вытирают ноги, но и вообще всерьез и с уважением к нему относятся. И вы, наверное, видели, в том числе у меня на страничке передачу китайскую по поводу 10 лет гарантий на Volkswagen в Китае. Сравните с ситуацией у нас. Но, Евгений Александрович, Citroёn C5 в любой французской машине всегда есть такой легкий вопрос, насколько изящество и красота подкреплены техникой и технологиями. И что-то такое в этих французах недостоверно скользкое. То ли Viagra на завтрак, то ли Fouagra на ужин. Есть какие-то вопросы. C5, чем он хорош? Тем, что, во-первых, вы очень правильно нацелились на дизель, например, на 2.0, 140, там, 145 лошадиных сил. Великолепный мотор, очень хорошо работает, хотя, конечно, там есть шедевр под названием V-образная шестерка. Трехлитровый это тот самый мотор, который ставится на Citroen, который ставится на Land Rover Discovery и еще на массу других интересных машин, в том числе, например, на Jaguar. Дизельный Jaguar ездит с тем же самым мотором, который у Citroen C5. Так вот, в чем прелесть C5? В 1955 году, сделав знаменитую богиню DS-19, Citroen DS-19 на подвеске гидроактив, французы поняли, что, с одной стороны, это, конечно, талантливо и очень сложно технически, а с другой стороны, конечно, удалось, но требует некой доводки. И вот, начиная с 1955 года, французы доводят до ума эту самую подвеску гидроактив. На сегодняшний день гидроактив 3+, который ставится на C5, она обрела вожделенную надежность. И, конечно, трудно давать стопроцентную гарантию, но сильно подозреваю, исходя из собственного опыта, что последнее, что сломается у C5, так это как раз его подвеска. Вот все остальное может быть, вот это вредно. И что еще хорошо, у C5 у него стоит шестиступенчатая Айсин. Ну, японское, конечно, качество, но оно чуть получше, чем ДСГ. Раз в сто. Поэтому суперб, да, увы, не берем, C5 берем, наслаждаемся, ну, благо, хороша машина. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Рад вас слышать. Я вас тоже рад слышать и с огромным удовольствием хочу сказать, что слушаю вашу передачу со мной с супругой. Супруге поклон, Александр. Да, вот она сейчас как раз подходит к моему автомобилю. Я являюсь счастливым оптом полуторагодового мальчика и месячной девочкой. Ну, почти месячной. Какая замечательная у вас мама с таким интервалом. Героиня. Нижайший ей поклон, ну, просто нижайший. Сейчас передам. Вот она это не слышала, я думаю, что она послушает это в записи. Замечательно. хотелось бы рассказать вопрос по поводу приобретения автомобиля, но потом присоединиться ко всем слушателям вашей передачи с огромным спасибо то, что вы делаете, то, что вы глоток воздуха оставляете нам, автомобилистам, нам, вообще, гражданам этой страны. У кого-то настроение портится от такого глотка? Ну, не знаю, не знаю, у кого портится. У меня хорошее настроение просто от того, что у меня есть такая замечательная семья. Ну, собственно говоря, давайте перейдем к вопросу. я хотел бы спросить, вот мучились уже эти муки выбора, стоят уже три месяца. Хочется большой автомобиль, на данный момент являюсь обладателем Kia Rio с 1.4 механика, это вот два года в этом году будет. Ну и как, что по Rio, какие замечания? Вы знаете, поменял сцепление на 35 тысяч. Собственно говоря, я езжу на самом деле очень агрессивно, но даже на отечественных автомобилях не было такого, а вот здесь почему-то такое произошло. Как вам мотор 1.4? Ну, на самом деле в принципе хватает. Дело в том, что вот большая вещь, которая в плюсе, это заправки. И какой расход получается? Ну, я так думаю, в районе 9 литров. При агрессивной езде? Да, при агрессивной езде я честно говорю, что я вот нарушитель скорости скоростного режима. Замечательно. Вы тот самый нарушитель, по поводу которого Евгений Саныч, например, говорил, что необходимо все-таки вас приструнить, поскольку сами вы себя не в состоянии держать в руках. А мне кажется, что в состоянии... Да нет, я в состоянии сам себя контролировать и как бы когда нужно, когда можно, да, я это себе позволяю. Когда нет, ну, естественно, едешь в общем потоке. И еще самое главное, что я бы хотел пожелать нашему правительству, я не знаю, ГИБДД, мне кажется, нужно давным-давно вводить скоростной режим по полосам. Потому что когда правый поток движется быстрее левого, то это, ну, ненормально. Поясните мысль, потому что сейчас как раз у нас нашлись люди, которые предлагают разрешить в левом ряду 110, а в правом 80. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что, наверное, все-таки можно даже в левом ряду, но нет, не на двух скоростных, не до двух полосных магистралях, а на многополосных. Та же самая МКАД. Условно говоря, что человек в левом ряду движется со скоростью 70 километров, а правый там без мозгов кто-то едет 120, и 140, и кто-то в шашки играет, это тоже ненормально. А почему это надо регулировать, Александр? Почему вот не хватает правил дорожного движения, которые запрещают в левом ряду тащиться, а в правом гнать? Почему нужно еще раз эти же правила уточнять мерами по дальнейшему ужесточению? У нас так или иначе в левом ряду нельзя тащиться. За это наказание нет, но нельзя. И в правилах написано, если у тебя возникают какие-то трудности, отойди вправо, и умри на обочине тихо. Но, к сожалению, никто не отходит. Вот в чем дело. Ну, не то, что никто, а многие не отходит. А почему законодатель, если он начнет вторгаться в эту сферу и регулировать, кому в какой полосе с какой ноги шагать строим, вдруг что-то изменится и все послушают? Что произойдет? Вот если по сию пору в правилах дорожного движения прописано абсолютно все, но выясняется, что мы этим не пользуемся, во вред либо благо, это второй вопрос, то теперь мы допишем еще более конкретно какой-то момент и вдруг начнем всем этим пользоваться. Александр, почему это произойдет? Вы знаете, наверное, все-таки в сознании людей нужно что-то менять. С какого боку? С того, чтобы вводить ограничения по полосам? Менять сознание людей? В первую очередь должен человек сам понимать, что он делает. По чьему примеру, Александр, кто должен подать пример? Кто должен быть первым начавшим? Ну, очень многое зависит от законодательства и права, потому что пример-то подается на самом деле не очень хороший во всех смыслах, не только в движении и как бы в отношении к жизни, в отношении к нам. Александр, а мне кажется, вы только что нашли правильный ответ, откуда воняет рыба. Ну, я это всегда прекрасно знал. А почему же тогда, Александр, вы предлагаете на дороге вводить какую-то еще дифференциацию по полосам, если не работает в целом вся система, отравленная сверху и неприятно пахнущая в том числе и внизу. Откуда надо начинать? Вот с этого краю, с этого фланга, с этого боку или там где-то в консерватории что-то подправить? Там нужно подправлять очень такими хирургическими методами, потому что... Ну, Майдан, например, там сейчас тоже подправляют кое-что. Так любопытно получается у ребят. Я на украинцев смотрю с трепетом, завистью и невероятным уважением. Молодцы! А что у вас с автомобилем, Александр? Вы какую хотите себе машину? Хочет автомобиль побольше и, собственно говоря, рассматривал три варианта. Ну, естественно, вторичный рынок, потому что, как бы, ну, понимаете, да, два детей и еще нужно так сказать жить. Значит, сам подфангер, потом Volkswagen Touareg и Land Rover Discovery. Соответственно, где-то 2008 года выпуска автомобиля. Я вторую машину не расслышал. Pathfinder. Touareg. Touareg из них самый правильный, потому что он чуть более городской, комфортабельный и удобный. Так, это вошла жена, судя по всему, наконец-то. Хватит ее на улице держать. Discard и Pathfinder это будут машины довольно специфические. Pathfinder вообще в целом такая подделка. Он грозно выглядит и довольно слаб во всех номинациях. Touareg, он хорош, он молодец, но вы на вторичный рынок выходите, а там вас ждут с распростертыми объятиями. Вот, например, как мы говорили с Геннадием до вас дозвонившимся, когда его лучший друг даже забыл, что скрутил спидометр со своей машины, продавая машину другу. И Touareg, он молодец, но поскольку он нравится всем, то невероятное количество людей мечтает на нем друг друга обмануть. Вы в какую сумму хотите уложиться? Ну, я хочу уложиться в миллион. Нет, Touareg за миллион это только из очень проверенных рук. До завтра.